Молите, чтобы не остудила вера ваша. Кто об этом молился? Когда священник в мачете раз признал, давайте молимся, чтобы не остудила вера ваша. Пришел человек. Ну зачем же он пришел? Почему его сразу не крестить? А ну-ка кто-то машину задавит. Священники все говорят, что машину задавят. Это их обвиняет в машину. И он говорит, Бог не простит. Молите, чтобы не остудила вера ваша. А пока же сама не увеличится. Нужна жизнь во Христе. Пормить, страдания, удары. Многие собирались и молились. Вопрос, где? Наши представители оказывают вершину достижения человеческого духа. Сарахан говорит, что в мире все надое. И далее пересчитывает. Мы видим, как тьма – свет. Добро – зло. Праведность – грешность. И все одно напротив другого. А Бог, ну напротив, как вооплощение всякого зла, есть дьявол. Так вот все наше богослужение в том, и заключается, если вы внимательно слушаете чтение от Солмов, что все время дается контрастное изображение состояния Давида. А мы слова его усваиваем за себя. А это и у меня также. Вот враги окружили меня со всех сторон. Но если человек, не верующий, одержит эту победу, кому он ее приписывает? Он приписывает ее себе. Да, я научился. Вот я извещу такие приемы. У меня такая помощь. Потому что заключился они с крепким государством, как сейчас кто-то там мелкие государства заключают. А верующие, верующие можно то же самое делать, но у нее все начинается с молитвы. И конечный результат присваивает только Богу. Почему в детстве написано, что святые слагают верши к ногам Иисуса. Победа присваивалась нам. Мы говорим, вот Варвара, великомущеница. Вот тут действительно девушка устояла. Как ее ведут в том зале. Однимали, резали груди. Скорпировали этих сыновей Маковейских. Они устояли. А они понимают, нет, не мы. Это Бог. Так вот все богослужение сегодня этой контрастностью подчеркивает. А вот ты здесь. А другие сейчас, может, где-то в пивнушке другие леваны занимаются. А может, кто-то даже не встал, а ты поторопился до воскресенья. Контрастно. Да, одно напротив другого. А кто это сделал? А это сделал Господь. Люди слышали бесовские песни сегодня. У нас выключили телевизоры. Это одно. Вы слышите псалтырное чтение. Будем слушать евангельское чтение. Это противоположное. И вот человек рождается. Только родился. И он уже имеет на себе печать, знак левой стороны. Поэтому написано, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Плюс. Полный. Плюс правая сторона. Когда человек согрешил по вере в сатане, он отступил на левую сторону. Далее написано. И Адам родил стихов по образу своему. Уже не по образу Божию. В беззаконии за счастье я и во грехе родила меня мать моя. 50-й псалом, 7-й стих. Книга Иова. 14-й глава 4-й стих. Кто родился чистым отечества? Ни один. То есть со знаком Димуса мы как бы перечеркнемся. Нам как гильотина уже отрезают голову. Мы уже как бы мертвые рождаетесь. И весь смысл в нашей жизни заключается, чтобы по малому, по маленьким шажкам подвигаться к правой стороне. Самый решительный шаг – это вера. Не делами, а верой. Я избираю Христа и притягает у меня сила его, образно говоря, как магнит. Он притягивает только сродственное железо. А крылки деревянные он никак не берет. Так вот, эта сродственность, о которой очень хорошо сказал Григорий Ницкий, брат Василия Великого, должна быть в нас. Если этой сродственности нет, ни хождение на молитвы, ни крещение, ни прищищение ничего не дает. И спросят, ну а смысл какой жизни? Ну, спасти душу свою. Стижание Духа Святого, это Архимий Павловский говорит. И мне говорят, чтобы у нас были те же существования, что во Христе Иисусе. Уметь делать добрые дела. И еще один смысл в том, чтобы преображаясь в образ Божий, обожиться, как говорят. Это ежедневное передвижение вправо. Ежедневная попытка у Бога подобиться. А это идет из того, что ты разумеешь, что с тобой случается, что делается, и все это от Бога. Пример. Сегодня мы завтракаем. И есть люди неверующие будут, и есть даже выше нашего. Он встал, оттерся, или без этого, и ничего нет. Ты начинаешь молиться, хлеб наш насыщенный дашь нам есть. Ну, если бы не молился, что без хлеба что-ли был? Ну, конечно, был хлеб. Вот, заметьте, есть дети, живут в семьях у неверующих, учатся на пятерки. А у верующих как дебилы такие-то. Приходят двойки на это, все попало в семье, вытворяют их. Ну, послушайте, прямо неразумно. Я знаю, он сам пьет и хорошо выпивает. Дети учатся все на пятерки. Кажется, наоборот бы надо. А молитесь? Как молиться-то? Ну, Богу-то. А зачем это мне нужно? Я и без Бога, говорит, хорошо обхожусь. Ну, а какой же тогда результат? Если у него без Бога хорошо, а у меня с Богом плохо. А в том, что то плохо, какое есть у меня, может быть, мне от природы ума не дано. Я родился такой, есть. Но я Бога за все это славлю. И этим даже, да не маленькое, что у меня есть, не здорово, то я домой все-таки нахожу с улицы-то. Ну, я знаю, где у меня стол, а где кровать-то. Это уже разум. И за это я славлю Бога, застываю и молюю. Вот это убого подобление позволит быть притянутым, как к магниту железным опилкам, в день, когда приявится Христос с неба. А мы, говорит, в день Его будем восхищены на облаках, встретим Ему. А остальные, у которых был успех, без Бога выше нажили, ни один не двинется. А остальные останутся здесь, ожидая вечного наказания от Бога. И приходя сюда, мы как бы итог подбиваем, следяя за апсалтырным чтением. По великой милости, великого нашего Бога, у нас необычное идет богослужение. Мы говорим, так называемое, не апостольское, потому что мы его не знаем, но так называемое. Попытка вернуться к апостольским временам. У нас понятное чтение, апсалтырное. На остальное мы пока не посягаем. Порядьтесь, изучай саданский язык. Богослужение надо знать. Нам уже никогда никто не разрешит его, хотя я сторонник русского богослужения, но мы просили только библейское чтение. Попорили это святкозаветнее читать в храме по-русски. Псалтырное, это главное, что мы сейчас слышим, это главная наша радость. Евангельское чтение, ну уж батюшка там читает в алтаре, там небольшое чтение, можно догадаться. А послание апостолов считается тоже на русском языке. И если нам это дано знать, то значит и смысл нам намного легче приложить к считанному. И вот Давыд постоянно говорит, они меня гонят, они, скорее же, жжешься зубами, я не виновец. Они так, Господи, а ты это знал без моей молитвы-то? Не надо думать так, что я Богу сказал, ну все, Бог теперь узнал. А если я промолчал, Бог и не знал, чего мне надо. Он говорит, прежде рождения твоего я все это знал. Палом 138. Ты еще не родился. Очи мои видели за родыш твой. Еще слова нет на языке, ты его совершенно знаешь, и какой будет результат. А чего тогда зря нам языками-то молотить, стоять здесь сейчас, другое, да еще и трехчасовое бывает по заслужениям. А затем, что что-то из этого, что мы просили когда-то исполниться, то мы не считали случаем. Или на роду мне так написано, нет, я получил из любящей десницы отца моего. Ты же просил, я дал, а другой не просил, получил, он даже не знает откуда, он и не благодарит. Бог желает нас на земле превратить в благодарность. Почему? В послании всех твоих кейсов апостол Павел говорит, за все благодарите. Это очень трудный урок, за все благодарить. И чтобы узнать, что ты за все благодаришь или нет, с утра до вечера понаблюдай. Как ты реагируешь на все события, когда с тобой не спроявило поступают родственники, близкие, не наделяют твое мнение, в спорости терпишь поражение, у тебя что-то украли, поносят тебя. Как ты относишься, благодаришь не Богу, ну к ним понятно как, надо может быть воевать, это все разрешается нам. Может быть судиться даже с епископом, что мою корову наднял, это экономно разрешается. Но внутри ты должен быть на полном благодарности. Веди борьбу, но тайну не открывай. Больбу вести, а тайну не открывай. Все время дается грань, через которую никогда человек не должен переходить. И вот мы только зашли, мы так хотим, и так написано молитвослово, мы взяли 7 минут, полная тишина. Да что, настроиться, попытаться хоть немножко-немножко отойти в этой шестидневной суеты. Ну не надо 7 день, ну совсем уж посвящаться для себя, хотя мы без этого не обойдемся. И наполним устав своей благодарностью. Нас гонят, да мы согласны как с Давыдом. Да вы чем заканчиваете жизнь свою? Великим желанием построить храм, не суждено. Много кровушки ты провел. Да Господи, за тебя, ты же меня одобрял. Все так, но ничего не сделаешь. И тех, которых ты убил, тоже мое творение. Это тоже были бы мои дети, если бы они тебя слышали. И сейчас, с кем мы спорим, с кем ругаемся, они тоже могли бы быть здесь и молиться. И о них воздохни. Сердце, исполненное благодарностью, оно готово вместить не только эти слова, а и тот объект, на кого они эти слова направлены. Почему так часто встречается слава Слава Своей Сыну и Святому Духу. И Аллилуйя, Аллилуйя, и перевод на русском языке. Слава Тебе Боже. Аминь. Слава Тебе Боже. Великий наш Бог, сотворив человека, не оставив его здесь на земле беспризорным. Как написано, подобранный, больной, израненный был доставлен в гостиницу. Просто прочитать притчу. Ну и доставил, доставил. Жизнь и такое бывает. Но, говорится, дал им два динария. Вот это два динария, это Ветхий Новый Завет. А гостиница есть в церковь Христова. И оставил все необходимое. И если что, далее истратишь. Далее, более того, истратишь это толкование, потрудишься в толковании. Не просто. Пусть они лежат, и лежат книжки эти у нас. Особенно Библию. Они любят доставить людей, на полочку поставить, завернуть ее. Ну, чтобы она целая была. Не запачканная. А вот это и есть самая большая опасность. Люди, которые получили даже небольшие таланты, они славят Бога. И говорят, два получил, два принес. Пять получил, ну, вдвое только увеличил. Но это очень заметно уже, во сравнении с тем, если два увеличить, то уже десять. Два и пять не так значатся, как четыре и десять. Это разница между собой. Но оба говорят добрые слова. Ты дал. Я тебе вот принес. Я потрудился. То есть это и есть знак Аллилуйя. Вы помните, у нас был здесь умер человек один, Анатолий Емельянов. И что бы я ему не сказал, у него Аллилуйя. Я говорю, ты ведь опять забыл принести топор, который потерял? Забыл. Забыл я, Аллилуйя. Совсем не к месту. А если так разобраться, оно и к месту. Я забыть-то забыл. Вы меня еще не отлупили за то, что я забыл? Аллилуйя. А я и не сопротивлялся. Я действительно хотел купить. А мог бы не покупать. Неизвестно еще кто потерял. Тут топор у нас на территории. Аллилуйя. Когда разбор точно не сделаешь, на месте это слово стоит. И вот день, когда заканчиваешь, ну днем-то, конечно, почаще надо к этому слову обращаться. Аллилуйя. Слава тебе, Боже. Автобуса нету, ноги замерзли. Да что это за работа транспорта? Подумай. Обожди. Это так. Пусть эти слова промелькнут. Теперь нажми другую клавишу. Аллилуйя. А за что? А сам подумай, надо ли было там быть, где ты был? Куда ты ходил? А может спокойнее надо было в другой конец подать и где-то больных навести? Ну маленько. Просмотри этот путь. Да Господь может что-то хочет дать. Да так можно надувать, надумать. Не надо. Исследуйте самих себя, апостол Павел говорит. Не машины исследовать, не чужие книги, лицензии давать, а самих себя. Верили вы. Как не верить? Мы все верующие. Нет. Вера подтверждается делами. И говорит, буду петь духом, буду петь и умом. Не просто сказать Аллилуйя. Это мы сейчас повторяем и слышим. Но умом. Слава тебе Боже. А если мы согрешили где-то, слава тебе Боже, что я не погиб в этом. Сразу скажи. Бог мог убить прямо в самом грехе. Во время разврата, во время воровства, во время руганий. Бывает, человек огневался. И внезапно какой-то мускус дернуло. И рот на боку смотрит. Говорит, я гневался. Мне затряслось его там. Мышца сорвала. Это теперь косоротая ходит. Так мы, если так бы все срывало у нас, мы не знаем, кто муж не был. Косоротый. И жена противится мужу. Ее уже скосоротило неизвестно, куда рот увело. А муж-то ведет себя не мужественно и далее. А что против Бога кулу? Говорит, он Богу подотчетен. Где уже рот-то был бы? А ноги-то, когда они туда идут-то, как у нас их и сводит-то? И судорога, и с чем только не ведет куда. Господи, слава тебе, что не отнял и не отрубил. И вот от самого момента, когда только разум у нас пробудился в детстве, попытаться надо все это припомнить. За того, если продолжать спать, не торопись сразу уснуть. Мысленно перебери весь день, где ты согрешил, где Бог сохранил от греха и за все восслав его. Вот этот возраст Аллилуйя, мы слух его и говорить не будем, может быть, днем, но неоднократно сказать, Господи, я благодарю Тебя. Благодарю за свое происхождение, благодарю за место, где нахожусь, за все, что окружает меня. Почему молитва оптинских старцев главный упор делает именно на это? Так она появилась недавно. Но, видимо, увидели, что не благодарят, и пришлось новую молитву составлять, что не так уж и свойственно для православных. Притом на узком языке эту молитву печатали в годы перестройки почти все газеты. Какие бы известия в течение дня не встретил, благодарю все это от Тебя. Господи, заканчивайся, научи меня надеяться, верить, любить и прощать. Постоянно нужно настаивать, что, Господи, дай мне силу смириться перед тем, что есть. Есть вещи, которые от нас не зависят. А в общем, что с нами рядом, мы как-то можем изменять погоду. Если что-то не удается, ну хорошо, тебе ты грамотный, речистый, язык у него подвешен, говорит. А что тебе мешало учиться? Как она и говорит, когда я заканчивал университет, вы по чужим парням бегали. А теперь удивляешься, образование четыре класса. Так вот, теперь сам себя и укори, а ведь я мог бы тоже это иметь. Мы таланты со своей не развили. Если Господь оставил жить, то, видимо, для того, чтобы все-таки попытались эти крошки подмести по сусекам. Что бы мы потеряли? Человек, который не научится правильно описать почерк, очень трудно выправлять. Не научился считать таблицу умножения, 40 лет очень трудно учить. Если грамматику не изучил, сегодня в одном предложении по 10 ошибок. А можно вернуть назад? Страшно трудно и почти невозможно. Но, в общем, да, если будешь молиться, что-то еще можно сделать. Так, ну, это моя задача. Нет, это уже на детях отражается, это везде отражается. Поэтому нужно сделать этот рывок. Непрестанно мы ропщим. И заметьте, у нас на выражение лица показывает недовольство. Как говорят, рот скобкой вниз. Мы постоянно чем-то недовольны. А раз недовольны, значит, я за это не благодарю. Нужно научиться быть довольным. Вот это мое. Да, это я должен перенести. И не просто бороться, а одерживать победу. Ну, а когда люди славят? Во время победы или во время поражения? Во время поражения. Посмотрите, как они идут с обозами. Раненых некоторые бросают. Все это врагу достается. Это зависит от нас. Для кого у нас силы нет. А вот для этого-то мы и пришли в это место. А я мог бы и дома молиться. А шалишь. В церкви сказано один раз, Господи, помилуй. Больше, чем дома, прочитаешь всю службу. А почему? Ну, ты видел, когда бывает сухая погода, и капельки падают, побросят. Как они? Только прибивают где-то пыль. А когда течет ручей, он прямо по этому, по сухому, по пыли. Пыль толстым слоем, а ручей идет, идет. А если еще больше в одно место стекаются ручейки, как весной, все прорывает. И размывает дамбу. Маленькие ручейки собрались вместе. Господи, слава тебе, что так многих сегодня ты побудил прийти сюда. Даже и батюшки нет. Некоторые ставят это ни во что, собраться вместе. Я благодарю тебя, Господи. Господи, я маленечко на молитве хоть минут пять не спал. Да, Господи, слава тебе. Дай на следующий раз, чтобы я еще больше по бодрствам. То есть, да самое маленькое у тебя из-за этого слава Бога. Да, действительно устал. Действительно, дети не давали ночью спать. Надо практически оживить Слово Евангелия. Слово Божие живо и действие. Это не просто я читаю каждое утро Библию. Я каждый вечер читаю. Смотришь в книгу, а что видишь? Да ты читай и сразу ее применяй. Прочитал? Ага, владеющие собой, высшие завоеватели города. А как города завоевывали? Стены были. Какие лестницы тащили? Оттуда лестницы откидывают. Вот в кино иногда смотришь, они вместе все в этой веренице все так и падают, как мураши оттуда. Рвы рыли. Иногда рвы эти наполняли трупами. Сбежали один по другому, чтобы захватить этот город. А владеющие собой, высшие завоеватели города. Господи, а я ведь чуть что, бестормозной. Что попало? Скажу потом, ой, прости меня ради Христа. Только Христа радищи. Прости, прости. Да не надо этого было делать. Язык-то прикуси. Жены доучатся в безмолвии. Все. Вот. Рот за шею. Учить не позволяю. А я учительница, а он совсем неграмотный. А вот за это ты уже ответишь. Значит, ты протестуешь против Божьего установления. Да он неграмотный, да он такой. Зайти тоже слова ответишь. Они уже записались. И на мытарствах ты эти слова увидишь, как они засияют. Вышла замуж за того, говорит, превратись в камень. Только тогда мои таланты угаснет. Аллилуйя, что они угаснут у тебя. Которые нужно возвысить таланты, ты их возвысишь. Какие? Это добродетие, милосердие, молитва, радость, молчание, неосуждение. Это тебе никто никогда не запретит. Тем более, они делаются тайным. Тайные дела намного легче делать, чем явные. Это надо трубить, заказывать, видели. А тайные, ты непрерывно можешь, не прекращая, ни днем, ни ночью это делать. И постоянно славить Бога. Вчера не мог. А сегодня вот я воздержался. Больный язык выкусил. А все-таки удержался. И поэтому Слово Божие, приучая нас в молитве, подводит к конечному результату, к страшному суду. А что, все не будут славить? Намек на это дается. И очень сильный. И в суде твоем ты победишь. И скажут все нечестивые, безбожники, атеисты. Ты победил в суде твоем. То есть ты прав. Сегодня, когда выносят приговор, там прокуроры, судьи, разыскивают, там говорят, не все до конца узнали. Да там не так было, не так говорили. Он первый. Но это как бы записывается наша жизнь сегодня на видеопленку, и потом это как кино будет показано. И человек не может сказать, и я убивал. Ну, ты идешь, ну смотри, тайные камеры тебя засняли. Когда тайно снимают, дают взятку, он не может отказаться. Поэтому очень важно иметь эту съемку. Перед Богом, видимо, на суде Божьем, перед всей вселенной так будет показано. И все нечестивые скажут, ты победил в суде твоем. А это и есть, что ты прав. Ты прав, ты справедлив, благ. Аллилуйя. И так будет всегда. Вот сидит человек, на совести которого пять миллионов убитых. Я говорю о нашей истории. Такой был Ягода. А вслед за ним пришел Ежов. Ну, а потом на его место Берия. Так вот, они все были расстреляны. И когда его посадили, он сидит, а его тоже так же допрашивают, к столу, эти следователи ломают его. А он говорит, я делал все, что нужно было за Сталина. Все выполнял, расстрелял, кто только говорил. И вот я оказался здесь. Значит, есть Бог. Я до того удивился. Это сохранились записи допроса его. Значит, нужны были эти подвалы Лубянки или нет? Никогда бы ты до этого не дошел. Посадили какого-то шведского бизнесмена, там, корреспондент он был здесь. И он сидит два, три и пять лет. И тридцать седьмой год настал. Все говорят, роковые годы. Это годы, когда просияла правда Божия. И когда косяками пошли туда коммунисты в подвалы, я говорю, перекрестился и сказал, Господи, есть ты. Дождался я вас, людоедов, здесь. Ты долго терпишь, но крепко бьешь. Аллилуйя тебе. И когда мы видим такое, где-то несчастье, беда, горе, есть ты Бог. Аллилуйя тебе. Мы славим тебя, Господи, как верующие. И что бы где ни произошло, никогда не скажи. А где Бог? А почему смотрит? А почему доступил? Допустил? Да разве это справедливо? Да ни в чем. Невинные наши ребята погибли. А невинных-то никого и нет. Во грехах ему защаты, в беззаконии. Как ты зашел в него? Ну, невинные в том, в чем обвиняют-то. Ну, а за этим-то у него не на 4 года срок, а на 444. Почему ты его внимания не берешь? А вот невинные девушки погибли. Не знаю. Таких слов сказать не могу. Я знаю, что и родители погибших этих девушек должны сказать аллилуйя. И они все на день приблизятся вплотную к этим словам. Есть, конечно, такие, о которых Зосима пишет, что сами проклинают себя и проклинают Бога и просят, чтобы он уничтожил самого себя. Даже вот такая есть страшная мысль, есть такие хулители. Но, думаю, это только до страшного суда. На суде будет показано все, как это выглядит. Поэтому мы, раз родились, уверовали во Христа, не просто уверовали, пришли и обстояли, но ежедневно, постоянно нужно Бога научиться славить. Господи, слава тебе за все. И тогда не будет желания ни отомстить, ни переиграть, что это эх, если бы вернуть мне те годы, а я бы так. Не надо этих слов говорить. Если ты говоришь, ну почему эти дни хуже, чем раньше? Сераха говорит, не от ума ты этого говоришь. Ты сегодняшний день должен сказать, насколько мне лучше, чем вчера было. Ты смотри, сегодня я это уже понимаю, за это Бога славя, а раньше я бы это уже водоптал, как все вокруг. Поэтому этот бальзам, бальзамическое слово Аллилуйя, пусть пропитывает нашу жизнь, и чтобы ни одного слова робота никогда не было. Аминь. Следующее чтение апостола Павла Галатом показывает, что он не соразмерял данность таланта своего с тем, кому он предлагал его. Если бы эти слова он написал евреям, еврейским книжникам, первосвященникам, тут все было бы понятно. Но он пишет эти слова Галатом, это качелые племена. Люди, ну почти совсем неграмотные. Но их достигли и иудейские учителя. И они им в первую очередь навязали отрезание. Вот как старобрядцам приди, в первую очередь вот все, и архивей всегда он стоит и два пальца перед собой держится, как иудейские. Только больше как будто ничего и нет. Ну лесовочка там подружная. Вот на этом они только и держали. Испомните закон Моисеев. И апостол Павел вынужден был этим племенам, людям невежественным, неграмотным до обращения ко Христу, говорить о высочайших откровениях, какие даны ему. Чего даже апостол Петр не понимал. Долгое время сцеплялся еще за иудейские обычаи, пища чистая-нечистая, там за калиешь он отказывается. Так что апостол Павел говорит, я им противостал. То есть ему постоянно мешали свои, мешали чужие, что он и выразил в послании, и говорит так, в опасности от лже-братьев, от путешествий, где он был, где подстерегали его на тропах горных, как злополуста, чтобы убить. Так что он скрывался и где-то пробыл во глубине, это считается в колодце где-то он прятался, глубиной он называет. С чего же он здесь не увидел в Галатах? Веры. И вот филипистам это выразил в такой фразе. Для меня жизнь Христос, это все. Но если не обрезанный, ничего не значит. Ни не обрезание, ни не обрезание, ничего не значит. Но все вера движена любовью. И кто бы нам сейчас что ни сказал, мы скажем, я верю. Да кто ты такая? Да откуда ты? Да мы разве не знаем, ты с нами жила, пила, гуляла. Все верно. И даже вы того всего не знаете, что и чем я занималась. Но за меня умер Христос. Вину он взял на себя, аллилуйя. И этим закончил этот разговор. Желаю тебе примириться со Христом. Да что же, если бы люди исправились, он сегодня говорит, прости, а завтра опять идет. Грешат и на каждый шаг возвращаются опять тоже. Аллилуйя. Что Бог не убивает и есть возможность вернуться. Бывает, как пёс возвращается на свою блевотину. Это о нас говорится. Когда возвращаемся к старым грехам, в которых раскаялись, спросили прощения, через минуту опять подбираем, сжираем и опять по той же дорожке пошли. Господи, ты знаешь немощь моя. Ну помоги, дай мне отступиться от этого. И вот в Моисеевом законе четкой была грань. Можно и нельзя. Нельзя смерть. Почему, когда они входили в обитовную страну Ханаан, весь народ повернут был к плюсу и к минусу. Первый раз повернулись они в гора Горезим. И Моисей начинает возглашать, что Бог благословляет. Просчитает фразу и весь народ аминь. По сегодняшнему сказать истинно так, аллилуйя. На каждое слово, которое имело законченную мысль, весь народ обязан был сказать аминь. А если не скажет, противник вытаскивался из толпы и сразу бы убили его. Это не написано. Но это так. Через несколько минут мы увидим, что это было именно так. Когда Бог прочитал все благословения. Вот дети, если будете слушаться родители, будет вам благословение. И ваши дети будут вас слушаться. Если ты сегодня дергаешься и никого не слушаешь, поверь, тебе это все будет и в армии и везде. Горбом большим тебе это выйдет. Когда народ сказал все аминь на каждое слово, тогда повернулись в другой горе, гора Гевал. И начал Моисей говорить, если кто не будет слушаться родителей, да проклят он, если не щит отца и мать. И весь народ отвечает аминь. Вы поняли, что сказали? Да. А что это означает? Моисей дает толкование, комментарий к закону. Если сын вырос, а теперь научился наркотики принимать, пить, курить, ничего не может родитель сделать. А они обязаны прийти и сказать старейшинам, а наш сын вырос в мотопьянице. Его арестуют, приведут к начальникам и родители положат руку на голову ему. Да, мы обещаем, что говорим правду, клянемся. Сын мотопьянице, все из дома перетаскал, пропил. И сразу начинает попивать камнями. Все, суд закончился. И когда первый раз произносились эти слова, то есть гора с великим знаком минус, ни один человек не сказал, я за, за эту гору. Все сказали аминь, да будет проклят. Но когда закончилось чтение закона плюс и минус, мы из слова Божия знаем, все повернулись к минусу. И только два человека всего лишь пришли к плюсу. А 600 тысяч, то есть получается что? 599 тысяч, 998 человек оказались на минусе. Те люди, которые в жизни уже свои не говорили аллилуйя, а только два человека. Ор, Иисус навин. Вот такова статистика. И если сегодня посмотрим на новозаветное время, то послание Галатам, мне почему-то всегда казалось, вот уже 40 лет, что оно направлено в православное. В первую очередь, вот какие угодно предрассудки, а мне мать дала такое завещание, икону. И вот икона только такая, деревянная, там обрезанная. А Евангелие тебе мать завещала. Какое Евангелие? У нас есть там часослов. Книга старинная, в кожном переплете, с застежками. Все на этом замерло. Это старообрядцы беспополцы. Ни одного человека практически невозможно струнуть с места. Это вот состояние иудейской зацикленности на своем законе. А она, моя мать умирала, она благословила, доченька, не меняй веру, вер много, 77, а Бог один. Она эту фразу запомнила, и на этом стоит. Ни Евангелие невозможно, без священца не спастись. Священники должны быть. Ну ты старообрядка. Ну иди, где старообрядцы собираются, у них есть священство, на партизанской. У них есть отец Никола священник, законы рукоположные. Там есть причастие. Нет, мать сказала, не ходи, это измена веры. И они всячески поносят причастие тех священников. Книги все одинаковые. Что? А вот это иудейство. Веры никакой нет, а только обрезание. Мать ее подрезала, умирала. У игреев, у всех такое случается. Киргиз. А мне родители наказали никуда не менять ничего. Совершенно ничего у него нет. Он знает только, что лошадину можно и со свинину нельзя. Все, закон закончился. А обрезание я уже получил. Я разговаривал с ними. Это вот все послание к Галатам, которое мы сегодня читали. Да как тогда? А так, ничего этого не нужно. Верою спасаемся. Единственное верою, что за мои грехи на Голгофском кресте умер Христос. Это вполне достаточно для целого мира до самого последнего дня на земле. Настолько велика была его жертва, и настолько перед этой жертвой ничтожили наши великие грехи, как бы их и нет никаких. Я брошу ваши грехи, говорит, за хребет и не вспомню. Как одну горсть в песку бросить в океан. Найдешь ты ее потом, где она была. А океан это милости Божия. И толкуя послание у Зиганена Салтырь, бездна бездны призывает голосом водопадов своих. Ну объяснение конечно о природных катаклизмах. Там водопады падают. Но объясняет так, что бездна моего грехопадения призывает бездну твоего милосердия. Заметьте, как сразу становится все на свое место сегодня. Ну бездна, где мы живем, что мы делаем? Нам кажется, что нормально. Ну конечно, по сравнению с соседями, которые бьют окна и что попало творят. Мы-то лучше выглядим. Даже говорить не надо. У меня сосед пьет через стенку, ворует мои доски, а я у него не беру. Но перед Богом-то это. Я залез на крышу, но до Луны-то он на земле стоит, а я на крышу. Ну до Солнца. Намного ли я ближе до Солнца-то? Даже если я на крышу-то залез. Поэтому, чтобы поднять себя до этого Солнца, а Христос есть Солнце правды. Для этого нужно поверить, что я умер и умер окончательно. Выхода никакого нет. Господи, возьми меня пронзенной дланью Твоею и подними к себе. Вот сегодняшнее апостольское чтение не дает никаких ложных надежд, ни на какие благословения родителей, ни на научение, ни то, что в нашей вере так принято. Я советую каждому провести ревизию своей веры. Апостол Павел, когда написал, фактически он сказал, все, стоп, дальше не идти. Провести ревизию. Вы верите неправильно. Это ничего вам не дает. И он даже в этом послании речь доводит до абсурда. Но я вам не сказал. Но Библия главное. Евангелие это все. Я вам преподавал. Нигде я не исказил. Но почему вы теперь слушаете, которые за мной приходят? Я скажу, я не уверен, что с у меня не будет здесь в общине, вы будете все правильно веровать. Я вижу уже сегодня некоторые такие несут за собой привычки. Такие, у меня так было принято. Вот. Умер там, верующий, не верующий, там отпевать надо. Ну, не верующий совсем. Ничего. Отпоем. Мы сделаем как надо. Как положено. Нигде это ничего не положено. Что случилось? Апостол Павел говорит, что если бы я пришел завтра и стал говорить. Вы посмотрите, как на том тексте написано. На той десятике. Проверьте, сходится одно с другим или нет. А если я не так буду говорить? Анафема. Мне сразу все скажите хором. Анафема ему. А если ангел придет с неба, прям видите, с неба. Анафема. То есть первый раз, когда вы услышали все, вот это закрепить и сохранить в тексте. Это мы имеем в Евангелии. Это мы имеем в Библии. У тебя есть вопросы по вере, по жизни? Ты не блуждай умом нигде. Ты обратись к Слову Божию. Слово Божие тебя сразу подводит ко Христу. Садишься у ног Христа. И как апостол Павел говорит, что у тебя учился у ног Гамалиила. Тогда было так. Учителя сидели, а они у ног сидели. Они же были. В других местах было так, что учитель всегда сидит, а ученики стоят. А у нас, наоборот, ученики сидят как в баре, а учитель ходит перед ними, падает к вечеру. У нас все извращено. Сегодняшним посланием отсекается все, что за нами тащится. Я скажу, почти у всех эти есть привычки. Привычки и наставления. Думаю, что, может быть, если батюшка сильно не исповедовал хорошо, кое-кто пользуется еще нашептываниями. Может быть, молитвами. Может, куда-то в телевизор смотрели, в этом не раскаялись. Там другие экстрасенсы, так называемые. Колдуны, демоны пытались лечить. Что-нибудь есть. И идут сегодня там разные виды медицины. Особенно за здоровье человек все свое отдаст, что у него есть. Отложить это. Ты не можешь Богу сказать о велуе, хвала ему. Мы, находясь вот в нашей здесь крестовозвиженской общине, и имеем преимущество перед другими в том, что у нас восстановлен авторитет Библии. Авторитет Библии – это авторитет Христа. Поэтому к нам ничто из того, что Галатом писал апостол Павел, не должно никак пристать. Почему? А нам это не надо сказать. Это нужно. Нет, это в Писании. Что бы нам ни сказали, мы опять посмотрим, где это написано. Где не написано. Ничего нет. Всего в Библии нет за то, что мы даже не рассуждаем. Кирилл Иерусалимский говорит так. Слова мои не сходятся в связь Библии, не верьте и мне. Мысленно повторите про себя. И тогда скажи, Аллилуйя, Господи, уже сколько лет я нахожусь здесь, и я это слышу, и на занятиях. И тексты это все подтверждают. Нет. От галатских племен я уже отошел далеко. Помоги мне все это исполнить. Аллилуйя. Аминь. Вот если бы не эта притча, то есть иносказание, подобие, мы бы никогда не знали, что вот человечество развивается на четыре категории. Не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь в жизни беседовать с людьми, рассказывать эту притчу. Мне однажды пришлось в ночное время, далеко за городом строили, шли с молодым человеком, и он тоже считает себя верующим. Но живет как неверующий. Я ему эту притчу рассказал. Я говорю, к чему ты относишься? К какому разряду земли? Я начал с последнего. И приносит плод 30-60-100 крат. Ну, к этому я не отношусь. Он разумно отвечает. Не пьяный, не курит, нормальный, рослый, красивый, молодой человек. А почему ты к этому не относишься? Ну, в церковь не хожу, я посты не соблюдаю. Видишь, какие там я приношу? Я никого не привожу. Я рассказал, что значит плод принести. Ну, давай начнем с первой. Я хочу вывести на первый план вину нашу. И вот когда сеяли, а сеяли из корзины как брали и разбрасывали. Ну, ясно, что сейчас, когда сеют, то тоже сеялка идет и на дороге везде зерна лежат. А потом все это затопчется, птицы тоже поклеют и все. При дороге. Ну, я нет, я же все же верю. У меня Евангелие есть, я считаю. Значит, птицы не все поклевали у тебя? Да нет. На власти все одобряешь ты? Да не все. То есть у него где-то какие-то еще маленькие порошинки что-то остаются. А это было лет 35 назад. Еще советская власть была. Я говорю, ну, давай вторая половина. Он быстро сходит и ничего нету. Потому что, ну, на камень насыпь немножко землю. Зашло, а дальше камень, куда к корешкам-то идти? Там земля сразу сядет. И ниоткуда не тянет. Сырости никакой нету. И засохла. Чья вина? Ну, в первую очередь там чья вина? Зачем он сеял туда дальше? Если не того вина, кто сеял, вина того, кто птицам допустил быть. Зачем ты допустил, чтобы мозги твои были прокатаны, это как дорога? Почему ты все время к телевизору мнешься? Почему все время за радио, за всякие газетки хватаешься, не за Евангелие? Это чужие мысли, чужие авторы прокатились по мозгам. Все там затюкано. Там ничего не прорастает. Я в последнее время дохожу до еще одного толкования. Что-то есть компьютеры, коснулся вот четыре дня, к ним подошел. Я уже нашел вот это страшное дело. Мозги полностью выхолощивают. Я не говорю о программистах, о которых просто сидят. Просто научили их там, набирают указы везде. Они ни о чем не думают, ничего. Но все время надо смотреть, на кого и нажать. Это одеревененный разум совершенно. Ничего не надо. Развития нету. И что знал, все это укатится. Да еще и облучаешься в это время сидишь. Ну ты сам мог подумать, что по дороге ездят. Зачем ты это допустил? Ну мне маленько верил, что вот Вольтер говорит. Маленько да. А что Дедро? Маленько да. Маленько там Ленину. Маленько-то маленько. Но они по дороге-то по мозгам-то прокатились. Уже утоптали. И зерно-то не растет. У тебя все время на все какой-то контрдовод есть. Ты уже все это знаешь. Ярославский был. Библия для верующих и неверующих. По телевизору покажут еще что-то в фильмах. Ты не думай, так мимо прокатились критические заметки. Нигде не осталось. Что-то где-то осталось. Завтра вы увидите своего священника в виде карикатуры. Смешным. И придешь и благословишься. А внутри все у тебя в мозгах будет ассоциироваться. Я вчера видел козел бородой. И все. Это очень легко сегодня комбинируется. И ты о нем и будешь думать. Третья категория земли. Третья категория земли. Та, где терния. И очень рано взошло. И заглушило. Почему так часто сейчас они поруют. Тогда что-то как появляется и вырезать и вырезать и вырезать сорняки. Чтоб пшеница успела набрать силу. Пока не выросли сорняки. Пока пшеница уже ее сама глушит. Ты к этому относишься? Сорняки. Так и заглушило. Вода никакого нет никакого. Ну нет. Я не согласен. У меня вода больше ничего нет. Четыре категории земли. И человек начинает метать. Он сам. Ну ты откровенно скажи. К какой категории земли ты относишься? Ну ты сам подумай. Вот первая которая. Категория. Это большинство людей в этом мире. Кто имеет уши. Да слышит. Не просто слышит. А уразумеет. Что оно это означает. Все такие птицы. Демоны. Бесы. Товарищи худые. Которые бесам служат. Это те критики. Это те люди. Которые развращают людей. Которые дают свое толкование. По своему интерпретируют Библию и прочее. Сектанты. Еретики. Это все те птицы. Которые похищают чистое. Евангельское семя. Ты хоть и слышать будешь. А веры никакой нет. Что для нас нужно сегодня узнать. А вот первые люди сказали Богу слава. Да никто и не уверовал. Там ничего не сказали. А вторые. Вторые могли сказать. Но только потом все это отскочило от них. А третьи. Ну ясно что нас уверовали. Эти слова не произносили. Аллилуйя было. А потом. Потом терния заглушила. Чем? Ропотом. Недовольство. Ух. Да зачем я за него замуж вышел. Так судьбу свою испортила. Да теперь. Да еще мать тут подзуживает. И все. И дальше идет и идет и идет. Терния сорняки идут. Да бог ты. Куда идешь. Да нужно это. Попы они только хватают себе. Ну что говорят. Они так говорят сами не посты. Ничего не соблюдать. Это все. Сторные трава высеваются и высеваются. Заботы житейские. Воскресенья нету. Смотри сколько их нету. Уже сколько воскресенья вот здесь. И уже некоторых я вообще в глаза не видел. Все нахопщины. Они что есть что нет. А что это означает. Значает что терния эти колючки. Все это уже заглушило. Он еще может появиться. Сказать. А этого ничего нет. То есть там из под земли пальчик один показался. И опять туда утащил. Эти люди давно покоронены. Никого нигде нет. Они ни занятия нигде. А я дома считаю. Не обманываюсь. Если мы на занятиях. Которым так говорится. Господь нас всех приготовляет. В нашей темноте шагаешь. Записываешь да. Едва-едва что зацепится то там еще. То что спрашивать здесь. Вот в сегодняшней притче. Господь побуждает нас. Подумать. Распахана ли почва нашего сердца. А чем? Заталус говорит. Ты видишь как плуг устроен. Вот так он загнутый. Это означает языком апостольским. Говорит. Проехался по нашим сердцам. Слово Евангелия. Сравнение такое. Язык это плуг. И распахал. Так а надо поливать. Плачь. Воды больше не взять. Вот только из двух колодцев. Сколько она бежит тем и польешь. Учиться надо. Сожалеть о прошлом. Господи как много я потерял. О если бы раньше пришел к Богу. Сколько бы я сделал. Сколько бы знал. Помог. Плачь об этом. Плачь о детях своих. Плачь о себе и о детях ваших. Сказано это. Не телевизоры смотрите. Закройте телевизоры. Вы не ошибетесь и никогда не пожалеете. Они не нужны абсолютно. Ну. Последнее известие там на минутку. Узнал там где там живой или нет там противник. Больше ничего и не надо. Как Бог к нам относится. А ты узнаешь только из Библии. Как готовиться к главному дню нашей жизни. К самому страшному. К смерти. Только в Библии ты прочитаешь. Люди мира всего ничего не говорят. Они говорят вот мисс Европа. Мисс мира. И на этом все. Герой труда. Тот герой дважды был здесь умер в Алтайском крае. Ну а дальше как он умирал. Почему нигде ни в одном описании нету. Нигде не написано. Ну говорят что потерял сознание. Там упал. О великих людях иногда. Но дальше нет. Они не говорят о внутренних мухах. Кто приходил к нему в видении. Что он видел. Как душу вынимали бесы из него. Это все за кадром. А вот надо то и другое показать. И вот здесь в этот великий день воскресения все проявится. Это надо сегодня уже все взвесить. И тогда ты скажешь. Аллилуйя. Я славлю твой день когда услышал живое. Чистое. Понятное. На русском языке. Ивангельское слово. Аллилуйя тебе Господи. Ты дал нам пастырь. Который учит нас. Ты дал нам место где мы можем вместе склониться. Аллилуйя. Господи слава тебе. Ты привел нас к сознанию. Что нужно иметь полное искреннее покаяние и подготовку к крещению. Аллилуйя. И ты привел к святому троекратному погружению руками истинного пастыря. Аллилуйя. И сегодня ты хранишь нас. Даешь нам истать в отдельной комнате. Он заботится о нас. Аллилуйя. Вот тогда начнется приплод. Ну на стол как-то и трудно уже посягнуть. Но на 30 то ведь можно же. А посмотрите у нас занятия в университете. Я посчитал в последний раз 22 человека. А ведь там есть аудитория которая может занять на 120 человек. Да может и поплотнее сесть. Значит приобретаем мы или нет. Но они не идут. От нас конечно это не зависит. Но все таки проверьте себя. В течение недели кому наши квиточки дали. Кому раздали газеты. Где вы расклеили объявления. Что? Это необходимо. А Господь говорит идите. Идите по закоулкам. Зовите злых и добрых. Зовите. И пир напомнился возближащими. И только один там оказался в небрачной одежде. И со своей праведностью пришел. А мы надеемся. Не на иудейскую праведность. А на праведность которая от Христа. И такая понятная притча. Она часто считается. Написана не у одного евангелиста. А как по ней посмотришь. И так тоскливо станет. А в какой же категории и я. И чем это все закончится. А если этот плод есть 30. Как я о себе мыслю. То где эти плоды. Покажи их. Не зелень ли одна. Которая на корню из засохла. Не полы ли горькая. Не кислота или желчная. А что в душе. Знаете написано. С плачущим плачьте. А с радующимися радуйтесь. С плачущими плакать. Как увидит кого-то где-то. Даже собака безумная. У телевизора сидят и плачут. Даже им жалеет это. А вот с радующимися радовать. Нет. Это не зря. Это такой. Сразу найдется что-то. Чтобы избить тот авторитет. С радующимися радоваться. Очень трудно. А вы добейтесь того. Чтобы люди сорадовали. Что вы такую истину получили. С кем беседуете. Скажите. А мы это имеем. У вас торговля есть в храме. А у нас нет. Это столетняя война окончилась. А как вы отходитесь. Вот батюшка рассказывал. Ну а как-то. Отчет дают за это. Да никак нету. Платят каждую по закону десятину. И больше ничего не надо. Надо посвящать весь доход. Да не надо этого дохода. Никакого-то смерти. Торговая запрещена Господу. Если Господь выбросил. Ясно что ее не должно быть. А раз ее нету. Ни в тридцать. Ни в шестьдесят крат. Свечка не принесет уже плода. Потому что Христос ее выкинул. А это в каждом храме сегодня. Я хочу на простых маленьких примерах понятных. Оживить Слово Божие. И когда вы будете считать. Скажешь. А я это слышал. А вот здесь. Аллилуйя. Слава тебе Господи. Я это понял. А вот это. Ошибся я здесь. Но ты не убил меня. Дал мне жить и дальше. Аллилуйя тебе. Верный Бог. Позводишь ли нам сегодня. Хотя бы кратко остановиться на этом чудном песнопении. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе Боже. Аминь. Что самое ценное в жизни человека. У людей есть такая поговорка. Время. Деньги. Все. Два слова. И приравнивается. Нужно внести здесь изменения. Время не деньги. Деньги. Даже очень большие. Потерянные. Можно вернуть. Время не может вернуть сам Бог. Это надо хорошо запомнить. Никто не возвращает. Ни одного случая не было. Чтобы Господь вернул старика. В утробу матери. И заново родился. Хотя такие мысли Никодима высказывал однажды. Предположительно. Но этого не было. Время не возвращается вспять. Несмотря ни на какие теории относительности. Нигде ничего этого нет. Так вот. На самом ценном. И останови. Останови. Свой взгляд. Говорим ли Богу слава и Аллилуйя. Главное это ведь не заработать. А уметь правильно истратить. Что муж заработает. Жена рукавом расстрясет. Так вот. Приучитесь к экономии. Смотрите. Вещь нужна или не нужна. Не выбрасывайте старую. Старую не носить. Говорит. Новую не едать. Есть такие поговорки. Смотреть нужно. Научиться жить скромно и экономно. Но можем ли мы представить. Чтобы Божья Матерь что-то покупала ненужное. Или там апостол Павел. Да когда было прямое заповедание. Господом. Двух одежда не имейте. И ничего кроме посоха с собой у них не было. Ну. Нам разрешается и больше. И две одежды. Такие у нас временные. Погодные условия. Перепады и прочее. И все таки. Сколько у нас ненужного гардероба. Чуть что-то где-то маленько подносилось. А можно только и воротник перерисовать. Но начинается сразу разговор о том. Муж. Надо думать. Жена нехорошо выглядит. Ну ладно еще так. Так мужья-то с этими вешалками с плечиками мучаются-то. Перед зеркалом крутятся-то. Ну совсем срам. Если мы сейчас говорим, что не нужен был закон Моисеев. Галатом прочитали. Так это вообще не нужно. Нужно научиться. Даже если нужда была сопровождать кого-то в магазин. И ты прошел. Вроде вещь нужна, а вроде и не нужна. Выйди и порадуйся. Аллилуйя. Я ничего не взял. Все при мне. Научитесь как. Как только получили. Зарплату, пенсию, десятину сразу отсеки. Ни рубля не тратить. Это принадлежит священству. Вторая десятина. Ну если шестьдесят. Шестьсот рублей это шестьдесят. Три. Шестьдесят. Отложи. Вторая. Могу давать, могу не давать. То есть если у нас идет ремонт. Это на содержание. Ну мы решили не десятину, а по десятке. Чтобы сохранить тот уголь, купить. А третье. Третье это то, что Господь сказал. То есть щедро сеет. Щедро и пожнет. На небе все строится. Обители из того материала, который мы туда пошлем. У нас какой рубль появился? Скорее сыну. Скорее дочери. Скорее зятью. Подписывает. Дома. Квартиры. Все. Кому? Неверующим. Попадает. Государство иногда. Вот за это ты никогда не скажешь аллилуйя. И ты увидишь, что твой дом на небо не попал. Все осталось здесь. А эти люди не тратят ничего. У них нет. Самое драгоценное конечно время. Как мы тратим время? Сколько в пустоте идет разговоров. По телефону болтает. Нет. Самое выше. А так то. А ты со мной поговорить не хочешь. Мы все одинаково знаем. Одинаково мыслим. Я сказал где был. Пришел. И на этом все. С чего нам разговаривать то? Нет. Что видел с кем разговаривать. Надо чтобы перемогать. Второй раз переживать эту жизнь. Или в школе. Или в больнице. Где то был. А он мне. А я ему. А тот еще третий. Да бывает еще четвертый. Подставное. Лесо там. Под меню какое то. И он ему что сказал. Из. Продолжение следует...